Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок Всемирной Истории. Посмотрите на слайд. Что мы видим? Что объединяет эти образы? Как вы думаете, с чем связана сегодняшняя тема? Молодцы! Да, я думаю, вы правильно поняли тему. Итак, ребята, сегодняшняя тема Чем древняя Спарта отличалась от Афин? Цель обучения 5.3.1.1 Характеризовать особенности политического устройства древних государств 5.1.2.1 Описывать социальную организацию древнего общества А целями урока являются Характеризовать особенности политического устройства древних государств Описывать социальную организацию древнего общества На этом уроке ты будешь знать, что такое элоты Пирееки Пирееки Олигархия Герусия Апелла Эфоры Наварх Гиппогретты Спарта Спарта Древнегреческое государство-город, расположенное в регионе Пелопонез в южной части Балканского полуострова первоначально расположенное в бассейне реки Эврот позже охватывавшее южную часть Пелопонеза в 6-1 веках до н.э. Согласно произведению Гомера и Леада, Спарта является одной из 12-ти ахиевских общин Лаконики В 12-м веке до н.э. на землю Южной Греции вторглись дарианцы и завоевали Лаконику Они основали военный лагерь, построили на его основе город Спарта и основали государство Спарта Дарианцы назвали свой главный город Спартанцами в честь Спарты Спартанцы постепенно начали завоевывать эти районы В 8-м и 6-м веках до н.э. Спарта завоевала соседние территории Миссанию на западе и Клаурию на востоке Все спартанские земли стали собственностью государства Эти земли были переданы в наследство полноправным гражданам Спарты Спартанцам Землю обрабатывали порабощенные рабы и лоты Бывшие коренные жители Спарты занимались ремеслами и торговлей Перееки были свободны, но не имели политических прав Сами спартанцы с 7 лет были привлечены к военной службе Политическое устройство Спарты носило племенной характер Система государственного управления называлась олигархической Главной целью воспитания спартанцев была подготовка Обученного войска беспрекословно подчиняться приказам Спартанцев сложно было вооружить У них были шлемы, копья, доспехи на груди, щиты и мечи Вся защитная броня весила около 30 кг Такая тяжело экипированная армия называлась гоплетами У каждого гоплета были свои рабы и лоты Перевозившие в походе защитные доспехи Структура государства Спарта Состояла из царей Спарты Спарту правили два короля из двух династий Агиады и Иврипантиды Во время войны один отправлялся в путь, другой остался управлять городом Следующее апелло Народным собранием к нему принадлежали полноправные мужчины-спартиаты Спарты, достигшие возраста 30 лет, были приняты все законы Назначались люди, которые управляли государством Герусия Верховный правящий орган Спартии Совет старейшин Герусия состоит из 30 человек Короли управляли армией и выполняли обязанности жрецов Эфоры Избранные должности У них была судебная власть Было пять эфоров, двое из которых ходили с королем во время войны на войну Они рассматривали исполнение закона Наварх Высшая форма военной службы Наварх командовал спартанскими кораблями и имел хорошую власть Гипогреты Гипогреты Три молодых воина, которым уже исполнилось 30 лет Они выбирали 100 воинов и спартанцев в возрасте от 20 до 29 лет Создавая группу, особо подчиняющуюся королю или представителям верховной власти В экономическом отношении Спарта была аграрной общиной В которой очень слабо развивались ремесла и торговля Сохранялись родовые отношения На архитектуру и искусство не обращали внимания Законы были очень строгими и безжалостно эксплуатировали зависимые населения Согласно греческим авторам, легендарный спартанский законодатель Ликург Был основателем спартанского социального и государственного устройства Организатором раздела земель между спартанцами В 9 веке до нашей эры законы Ликурга сделали Спарту мощной военной державой Спартанцы считали законы Ликурга уникальными и вечными в истории Греции Законы Ликурга запрещали частную собственность Спартанская железная монета называлась прутья Спартанцев не интересовало богатство, они его презирали Они посвятили свою жизнь военному делу В конце 6 века до нашей эры Спарта возглавила Пелопонезский союз И вела Пелопонезскую войну с Афинами 431-404 года до нашей эры, чтобы править по всей Греции Спарта одержала победу и некоторое время доминировала в Греции Но внутренний кризис правителей ослабил военную мощь Спарты Он потерпел поражение от своих противников в войнах в 371-362 годах до нашей эры В 338 году до нашей эры Спарта была подчинена Македонии А затем в 146 году до нашей эры Риму и исчезла как государство Итак, ребята, давайте продолжим наш урок с нашей сравнительной таблицей На предыдущих занятиях мы познакомились со сравнительной таблицей Афинского, греческого города-государства и государства Спарта Вот на нашем слайде вы видите сравнительную таблицу Чем отличается Афина от Спарта? Итак, первое. Основной народ афинцев – это ионийцы Основной народ Спарты – это дарьицы Хозяйство Афины – земледелие, ремесло, торговля Хозяйство Спарты – военное дело Использование рабов в Афинах После реформы и салона остались рабы, привезенные из других стран А в Спарте спартанцы использовали своих племенных греков в качестве рабов Достижения Афины – чтение, письмо Ораторское искусство – спорт, культура, архитектура Достижение Спарты – оценивались Достижение военного искUST Структура государственного управления Афины – это демократическая А структура государственного управления Спарты – олигархическая А теперь, ребята, переходим к заданию. Сопоставительная таблица «Парная работа». Сопоставьте картинки и призывы спартанцев. Перед вами таблица и три картинки. И к нему прилагается три варианта призывов. ABC – дескрипторы. Сопоставляют картинки и призывы жителей Спарты. Задание второе. Диаграмма Венна. Дескрипторы. Определяет сходство с системой управления Афин и Спартой. Определяет особенности жизни афинян. Определяет особенности жизни спартанцев. Ребята, вы, сегодня выполняя данные задания, определили особенности и сходства Афин и спартанских государств. Вы сегодня сами подвели итоги сегодняшнего урока. А теперь, ребята, рефлексия 10 баллов. Эфлексия показывает, насколько вы умеете делать индивидуальный и групповой анализ урока. И насколько вы хорошо освоили тему. Поднимите, пожалуйста, цифры от 1 до 10, которые лежат перед вами. Молодцы. А теперь домашнее задание. Дома посмотрите документальный фильм «Последняя битва 300 спартанцев». Ссылка указана. Спасибо всем за активность на уроке. Будьте здоровы. До свидания.